Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вашему вниманию новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Итоги выставки сельскохозяйственных животных «Звезды Подмосковья». Это стартовая площадка для лучших проектов и тех инициатив, которые сегодня есть в Подмосковье. Реконструкция детских площадок в шестом микрорайоне. Жители домов участвовали в обсуждении детских площадок, были учтены практически все их желания. В муниципалитете отметили День России. Спасибо, и вас также. На территории национального конного парка «Русь» состоялась выставка сельскохозяйственных животных «Звезды Подмосковья». В этом году она проходила уже в 24-й раз. В конкурсе приняли участие около 30 фермерских предприятий Московской области. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Открыл 24-ю выставку племенных сельскохозяйственных животных «Звезды Подмосковья-2021» министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский. В этом году мы тоже планируем эти цифры. Количество дойдных животных тоже увеличивается. И это заслугает всей нашей области, всей классы. Животная работа, веселена, окану, людей, которые занимаются медленной работой, за что вам огромное спасибо. Одно из самых значимых событий в области животноводства Московской области уже шестой год подряд проходит на территории Ленинского городского округа. Здесь будет оценка перспектив развития животноводческой отрасли Подмосковья. Конечно же, будет обмен мнениями лучших хозяйств, обмен опытом. И самое главное, что это стартовая площадка для лучших проектов и тех инициатив, которые сегодня есть в Подмосковье. Перед началом мероприятия почетные гости и представители конкурсной комиссии осмотрели племенных сельскохозяйственных животных. Животноводческий комплекс Бокова привез на выставку коров редкой для России айширской породы. Руководитель предприятия Александр Кондратьев рассказал, что конкурентов на этой выставке у них нет. Их комплекс единственный представляет породу айшир. А всего в Боково содержится около 10 тысяч таких коров, привезенных из Финляндии. Чем она хороша? Молоко этой породы сыропригодное. Жирность от 4 до 4,8. Белок от 3,4 до 3,7. Сдаем мы на Тульский молокомбинат сырное производство. Для разведения крупного рогатого скота специалисты племзавода «Зеленоградская» выбрали галштинскую породу. Молоко этих коров обладает высокой жирностью. На территории фермерского хозяйства находится производство по переработке собственного молока. И выпускается широкая линейка продукции. Творог изготавливаем, йогурты. Молоко у нас сразу поступает туда. Масло у нас на территории свой цех по производству молока. И мы уже перерабатываем и доставляем дальше в продажу. У нас даже на территории свой магазин. Лучших коров выбирали в нескольких номинациях по продуктивности и по красоте. Абсолютной чемпионкой признана корова по кличке Форма из акционерного общества «Емельяновка». Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Долгожданное событие для жителей 6-го микрорайона. Здесь началась реконструкция детских площадок, которыми около 10 лет никто не занимался. Проводить время с детьми на них было просто небезопасно. Ситуация изменится буквально через пару недель. Чем порадуют новые игровые зоны, узнала наш корреспондент Юлия Пагасьян. Территория между домами 1,3 по улице Ольховая. Здесь и раньше была детская площадка, но плохого качества. Устанавливал ее еще застройщик лет так 10 назад. Местные жители давно жаловались на состояние игровой зоны. И только в этом году, благодаря усилиям администрации Ленинского городского округа, началась долгожданная реконструкция. Жители домов участвовали в обсуждении детских площадок. Были учтены практически все их желания. Мамы очень довольны были, высказывали свое мнение, предлагали. Управляющая компания также участвовала в первоначальной разработке проекта. По этому проекту строится часть детской площадки. Площадка будет огражена забором, будут сделаны подходы из твердого основания. Между домами 1,3 рабочие монтируют целый детский городок со скалодромом, горками и качелями. Новая детская площадка будет отвечать всем требованиям безопасности. Прирезиненное покрытие, информационные стенды. По завершению реконструкции здесь появится не только детская игровая зона, а еще современная большая песочница для совсем маленьких и спортивная площадка для любителей активного образа жизни. Такая же масштабная реконструкция проходит и на другой территории, между домами 9 и 11 по улице Ольховая. Все то же самое, за исключением дизайна детской игровой зоны. Он выполнен в морской тематике. Спортивные площадки оснащены брусьями и турниками. Расходы на реконструкцию взяла на себя администрация Ленинского городского округа. Работой выполняет муниципальная организация Дорсервис. Одновременно у нас будет комплексное благоустройство проходить между домами Ольховая 4 и Березовая, дом 3. Не только благоустройство именно детских игровых площадок, но еще будет озеленение, будет переукладка асфальта в районе дома номер 4. Сейчас у нас очень плачевно в состоянии дорога. На Ольховой работе завершатся предположительно к середине июля. Помимо всего прочего, на обеих площадках появятся зоны отдыха с лавками и урнами, а также новые пешеходные дорожки и ограждения. Управляющая компания взяла на себя озеленение территории. Планируется посеять газон и высадить кусты и деревья. Юлия Погайсян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. Рабочие управляющие компании «ЗАО Совхоз имени Ленина Плюс» разрушили пешеходные дорожки, которые, как выяснилось, позже находились на муниципальной земле. Таким образом, для жителей дома номер 16, среди которых и ребенок-инвалид, был перекрыт проход на спортивную площадку. Напомним, что эта управляющая компания подконтрольна бывшему директору «ЗАО Совхоз имени Ленина Павлу Грудинину». Зачем нужен был этот акт вандализма, разбирался Максим Козлов. Десятки лет жители дома номер 16 поселка Совхоза имени Ленина ходили на спортивную площадку по двум пешеходным дорожкам. Но в один непрекрасный день здесь появилась строительная техника управляющей компанией «ЗАО Совхоз имени Ленина Плюс». И дорожки попросту уничтожили, сделав с другой стороны тропинку из битого асфальта. «Просто шла с работы и обалдела. Все снимается, все убирается. Здесь стоял эскаватор вот там уже, счищал асфальт. Потом уже здесь вот на второй день. И вот здесь тоже трактор проходил с ковшом и рассыпал вот этот гравий, по которому вот у меня внук, инвалид детства, ДЦП, не может с ролятором ходить». Татьяна Цуканова, бабушка, ребенка-инвалида Даниила Джан-Джулии. Сам Даниил приболел и выйти к съемочной группе не смог. Бабушка показала, что по новой дорожке он передвигаться не в состоянии. «Представьте, вот товарищ 60 килограмм веса и все. И он встал. Дальше уже не идет». А началось все с полезной инициативы местных жителей. Положить на проезжей части лежачих полицейских. Даже письмо на имя Павла Грудинина составили. «Когда мы собрали эти подписи, я случайно встретила Грудинина Павла Николаевича мимо здесь проходящего. Я даже сама ничего не говорила. Он сам мне предлагал, пройдясь вдоль дома, что да, вот здесь нужен. Он со мной согласился, вот здесь нужен полицейский, здесь. И вот как раз напротив этой площадки он сказал так, что да, я вижу, здесь дорожки есть. И логично будет здесь установить установку лежачего полицейского. Собственно, меня это удовлетворило. Я обрадовалась, что наконец-то у нас все случится». Но что-то пошло не так. Лежачие полицейские решили не устанавливать. А чтобы народ по проезжей части от подъездов до площадки не ходил, добротные асфальтовые дорожки снесли. Теперь для инвалида попасть сюда целый квест. «Приходится обходить по той дорожке, выходя на проезжую часть. И только тогда можно попасть вот сюда. Мы ходили сюда, занимались на этих тренажерах. Теперь мы такой возможности не имеем». Понятно, что такое положение вещей никого не устраивает. Татьяна Цуканова написала письмо в управляющую компанию с просьбой восстановить дорожки. И вот какой ответ она получила. «Собственником территории вокруг спортивной площадки у многоквартирного дома номер 16 является администрация Ленинского городского округа. В связи с чем управляющая компания не может производить работы по благоустройству указанной территории». «Неожиданный поворот. То есть сносить дорожки на муниципальной земле управляющая компания ЗАО «Совхоз имени Ленина Плюс» может, а вернуть все как было – нет. А люди все равно ходят по привычному пути». «Посадили вот кусты такие. Но люди как привыкли ходить. Мы всю жизнь, мне кажется, здесь они были. Они сначала были вот такие вот плиточные, узкие дорожки. Потом их сделали хорошие широкие асфальтные». Но для инвалида такой способ попасть на площадку не подходит. И у Татьяны Цукановой, и ее внука теперь вся надежда только на администрацию округа. Максим Козлов, Иван Головков, Елена Кошелева. Видное ТВ. 12 июня в округе отметили один из самых молодых государственных праздников – День России. Но ситуация с коронавирусом продолжает вносить свои коррективы в проведение массовых мероприятий. Однако ограничения не помешали активистам подарить жителям заряд хорошего настроения с самого утра. «Спасибо. И вас также». Территорию кинотеатра «Искровидном» – одно из самых многолюдных мест. Празднование Дня России в городе началось именно отсюда. Поздравить местных жителей и подарить ленточки в цветах российского триколора вышли активисты муниципального учреждения «Энергия». Для меня День России – это очень важный праздник, потому что я очень рада, что живу в этой стране. И, мне кажется, настоящие патриоты прям празднуют этот день. И мне очень нравится раздавать людям ленточки, смотреть на их улыбки. А тем временем у входа в кинотеатр и в его холле развернулись спортивные баталии. На свежем воздухе ребята играли в настольный футбол и хоккей, а в помещении можно было посоревноваться с клоуном Алексом в перетягивании каната или сыграть в твистер. Ребята также получили праздничные ленты – символ неразрывной связи гражданина со своей страной. «Справедливо, Россия! Ура!» На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok